Микс Ньюс. Внезапно возникшие и забытые кампании в прессе. Законы с благими пожеланиями, обернувшиеся убытками и злом. Изнанка политики, фальшивые новости, хроника краха и успеха. Проблемы настоящие и выдуманные. Здравствуйте, меня зовут Люся Прибыльская. Встречаемся по четвергам с 12 до 13 часов в программе «Подоплёка». На радио «Болтком». «Подоплёка». Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас в эфире будет тема о том, о коррупции, наверное, неизбывная и вечная в Латвии. По крайней мере, ну так кажется в данный момент. И вернёмся мы к разговору о нашем четвёртым олигархам, как мы его окрестили в одной из программ в прошлом, Рудольфу Мирони. Дело в том, что недавно на сайте прокуратура «Инфо» была опубликована полная переписка этого влиятельного господина с людьми, в том числе и в Латвии, в том числе связанными с прокуратурой и со службой защиты Сатверсмы, из которой явствует, что эти государственные надзорные институции работали, ну если они в интересах господина Мирони, то, по крайней мере, прикрывали его деятельность. А эта деятельность, её результаты оцениваются в суммы от 100 до 200 миллионов евро, которые потеряло наше государство из-за того, что доверило Рудольфу Мироне управление имуществом, активами венспилских предприятий. Для того, чтобы разобраться в этой теме, мы попросили прокомментировать её политолога и журналиста Юргиса Лепнекса. Он с нами будет на прямой телефонной связи. Юргис, добрый день, слышите ли вы нас? Добрый день, добрый день. Итак, кто такой Рудольф Мироне, мы уже рассказывали, я могу чуть-чуть напомнить, что своим появлением на нашей территории этот человек обязан своему теперешнему оппоненту Айвару Лембергу. В 90-е годы бывший председатель Венспольского исполнительного комитета городского совета народных депутатов или горосполкома, тогда это был Айвар Лемберг, начал поворачивать на капиталитические рельсы хозяйства своего портового города, не забывая о себе и о своих ближайших товарищах. Он пригласил к управлению этими активами надёжных людей, которых он хорошо знал. Среди них были директор Кандовского совхоза техникума Мамертваевец, директор совхоза Ужива Улдис Пумпорс, бывший первый секретарь Венспольского горкома Компартии Латвии Янис Блажевич, портовый техник Геннадий Шевцов, молодой инженер комбината бытового обслуживания Игорь Скок, бывший учитель труда, воспитатель, сотрудник порта Олаф Беркиц, начальник Венспольского торгового порта Олег Степанов, бывший заведующий партийным отделом внешних связей Лайменис-Юнкерс и ответственный работник Министерства минеральных удобрений Советского Союза Владимир Красненч, а также бывший прокурор Венсполса Валентин Коколес. После восстановления независимости Латвии в период с 1990 по 1995 год этим людям удалось создать собственный кооператив по транзиту нефти и нефтепродуктов, в состав которого в разные годы входило более 100 предприятий. Главными из них были Венсполснафта и Вендбункерс. Это рассказывает в своей книге «Маятник богатства» или «Приватизация Венсполснафта» «Призяжный адвокат Янис Зелманис». И в одной из поездок в офшорный швейцарский рай, где эти господа организовывали управление своими средствами, Лемберг задумался о поиске западного адвоката. Поскольку опыта привлечения патентованных юристов у компании не было, они не придумали ничего лучшего, как спросить адрес у партье в гостинице, и тот указал на Мироне. Поначалу Рудольф Мироне управлял офшорными схемами и денежными потоками, выстраивая посреднические схемы для своих клиентов. Как указывает Зелманис, в этом нет ничего противозаконного. Для бизнеса, который с самого начала и до конца пересекает разные юрисдикции, множество границ, естественно, находятся в офшоре. Так было до борца с офшорами Каренша, как происходит при Каренше, и так будет после него. Однако претензия адвоката Зелманиса к швейцарскому коллеге состоит в том, что он не предложил своим клиентам заключить договор об участии в совместном бизнесе, в котором юридически корректно были бы определены доли акционеров и сформулированы их взаимоотношения. Сами они в силу некомпетентности этого не сделали, и породило это сначала обиды и амбиции, а затем нескончаемые уголовные и гражданские дела. Столкнув соратников мэра Венспилса между собой, Мирони нашел временных союзников в лице сотрудников Генпрокуратуры Латвии, указывал Зелманис, и назвал их некомпетентными неудачниками, которые за много лет так и не смогли получить из Швейцарии Лихтенштейна сведения о банковских счетах венспилских компаний транзитного бизнеса. Рудольф авантюрист по натуре, и у него родилась подлая мысль предложить неудачникам сделку, цинично примитивную по своей сути. «Я вам банковские счета в Швейцарии Лихтенштейне, а вы мне передадите собственность акционеров», так пишет Зелманис в книге. И эта собственность оценивается вот по недавней публикации в «Нетка» Ригарита Авизы в 555 должностей, которые Мирони занимал в Латвии, и 5 предприятий. Юргис, вот вопрос о том, как вообще это могло случиться, что иностранец получил вот такую невероятную власть в Латвии. Это было связано с какой-то некомпетентностью действительно прокуратуры или его умением убедить каких-то людей в том, что он является таким крупным экспертом, что больше кроме него поручить это дело некому. Да, ну, значит, тут по порядку. Некоторые аспекты, которые мне кажутся самыми такими выпьющимися или шокирующими. Во-первых, значит, генпрокуратура, когда арестовала все имущество Айварша Лайнбергса, и в том числе эти акции этих предприятий, которые якобы принадлежат Айваршу Лайнбергсу. Это Венспилс Нафта и Латвия Нафтостранзит, да? Ну, Венбункерс. Ну, тут главное Венбункерс, который у кого по цепочке принадлежит, в принципе, все основные предприятия Венспилса. И прокуратура установила, что у Лайнбергса там 2 седьмых акций в этом Венбункерсе, эти акции арестовали, и их стоимость этой доли, ну, там трудно подсчитать, но много миллионов, сотни миллионов, сотни миллионов евро, да? И вот все это отдали тому, без конкурса, без каких-то там, не знаю, опросов, ни какому-то профессиональному менеджеру активов, да, ни какому-то банку, ни государственной учреждении, да, у нас же в государстве есть, там, агентство приватизации, там, не знаю, всякие институции, которые там могли бы, как бы, руководить ассетами. Нет, без конкурса, без ничего отдали вот этому одному швейцарскому адвокату, ну, почему, надо спросить тогдашнего генерального прокурора, Яниса Майдетиса, он, наверное, может ответить на этот вопрос, но публично на этот вопрос мы никогда не получили ответ. Почему без конкурса, без любой какой-то прозрачной процедуры отдали это управлять вот этому, как раз ему, а не, не скажем, мне, или вам, да, или Министерство экономики, да, не знаю. Ну, хорошо, вот, Юргис, хорошо, отдали, допустим, но я не знаю, насколько вот процедура передачи арестованных активов подлежит вообще каким-либо конкурсам, потому что, ну, если, допустим, имущество арестов... Это услуга, которую государство покупает, да? Да. Ну, если это услуга, почему она не подлежит каким-то стандартам, да? Ну, ладно, это первый шаг. Следующий шаг в том, что, ну, господин Мироны начал активно управлять этими активами, да, которые прокуратура ему... Поручила. Поручила, да. И тут мы подходим к делу, как бы, то, что случилось, и то, что о том, что мы опять говорим, потому что появилось полное собрание этих имейлов, то, что мы видим, что господин Мироны решил продать, ну, одно из самых, как бы, сокровищ всего этого, что ему поручили, да? Венспилс Нафта, акции Венспилс Нафта. И там есть покупатель Виттл, да, и, ну, он, как бы, ну, решил, что было бы здорово это продать. Но он же понимает, что, как бы, ну, как продать? Ну, это же не его, да? То есть, ну, как бы, он, он, ну, по крайней мере, должен это согласовать, как бы, с собственником, который в тот момент, ну, прокуратура, да? Но они, на самом деле, не прокуратура, а суд, потому что дело уже дошло сюда, и там процесс обязывает, то есть тот, который в тот момент ответственный, да? Да. Но они понимают, Мироны понимают, что суд не даст такой, или он сомневается, или он боится, но он решает не ходить в суд, потому что он, он полагает, что, что судья Гейман не даст такого разрешения продавать эти артилы, да? Потому что почему их продавать, когда уже будет судьба и жена, ну, тогда и государство сможет, как бы, решать, продать кому-то, за сколько и так далее. Но Мироны хочет продать и как-то обойти, вот, суд, да? И тут мы приходим к организации этого, что потом ясно будет преступлением, да, организациям, то, как продать эти активы, обходя суда. И они принимают совместно с прокурором Юрисом и совместно с пока, ну, неназванными представителями бюро по защите Сайперсма, что хватит, хватит, что прокурор Юрис напишет такое письмо, что можно продавать. На самом деле, ну, прокурор Юрис не имеет права выдавать такое разрешение, что можно продавать. Это суд только имеет право такое разрешение выдавать. Ну, они решают, что пусть прокурор Юрис Юрис напишет такое, и это, ну, как бы, сойдет, да? Ну, на самом деле, так и происходит А для кого Юрий списал это письмо? Для Мироны Мироны мог показать А Мироны, это письмо надо по двум причинам Во-первых, чтобы прикрыть самого себя Что он согласовал это Что он это не делал за спиной государства Это во-первых А во-вторых, покупатель спрашивает Потому что покупатель же тоже знает Что это арестованные активы И покупатель тоже спрашивает Можешь ты вообще это продавать? Не будет ли так, что я куплю, а потом у меня это заберет? И третьих банки, конечно, спрашивают Действительно можно ли продавать это? Ну и поэтому нужно такое у Мироны письмо И они организуют это письмо И этих емейлов, которые сейчас публичны Они были Некоторые куски из этой Были известны уже там несколько лет Но сейчас это просто полностью видно Да, вся эта переписка Мы видим, как они организуют это разрешение Все понимают, что это незаконно Потому что все понимают И они о том там сами разговаривают Что, конечно, суд должен был бы дать такое разрешение Но поскольку нельзя к суде обращаться Неизвестно, что он скажет Давайте как-то это сделаем сами Без суда Юргис, секундочку Вот я перебью Сейчас прокуратура, так сказать Опровергая опубликованные в интернете письма Вот эту всю переписку Указывает на то, как раз Что ни у прокуратуры, ни у САБа Никакого права разрешать Или не разрешать продажу не было Ну то есть, как бы Они действительно это подтверждают И тем не менее Это письмо было очевидно написано Оно было направлено И сделка состоялась Они что, в тот момент Когда готовилось это дело Надеялись, что это никогда не откроется То есть, ну, люди как-то тоже Ведь, наверное, какие-то сценарии строят Я не знаю, конечно, что они думали Но они сейчас говорят Еще и другое Они говорят, что Венспилснафта никогда не была арестована Да Как бы вообще тут О чем вы вообще говорите Потому что Венспилснафта же не была никогда арестована То есть, они говорят, что Арестован был только сейф А те деньги и там Изумруды, которые в сейфе Нет, это не арестованы Это можно каждой брать и уносить дома Да Такая их логика Потому что арестованы доли Венспилснафта же Ассет Венспилснафта Венспилснафта И они как бы Я просто на самом деле Действительно в шоке Ну, это говорит Генеральный прокурор сейчас Ну, и он что Притворяется дураком Да И действительно считает Что вообще все дураки Да То есть Да Венспилснафта Находится в составе Венбулкерства Это актив Венбулкерства Который распродан То есть Государство получит Пустой сейф Государство Арестовало сейф Полный деньгами Сотнями Миллионами Деньгами Да И получит обратно Ну да Сейф Да Пустой И скажут Нет, ну все в порядке Ну арестован был сейф Мы получили сейф обратно Все чисто Да Такая их логика Да Ну И это проходит пока Да Это даже никого не смущает Да Что ну Да Был арестован сейф Ну Железная Как бы Такая коробка Вот мы получили Железную Одну железную коробку Арестовали Одну получили обратно Все чисто Все нормально То что там было 200 миллионов Да Пропало Не знаю Ничего такого Юргис Мы сейчас Сделаем небольшой перерыв Да Секундочку Сейчас небольшой перерыв У нас На рекламу И через Две минуты Вернемся в эфир Не отключайтесь Пожалуйста Микс Добрый день Еще раз Уважаемые радиослушатели Мы расследуем сегодня Переписку Рудольфа Мироне И его Дело По управлению Активами Крупнейшего Веспенского Предприятия Вэнд Бункерс В результате Чего Государству Нанесен Многомиллионный Ущерб Вот этот Ущерб Разные Эксперты Оценивают Кто в 100 Кто в 200 Кто в Более Миллионов Евро И у нас На связи По телефону Юргис Лепник Политолог И журналист Который Давно Занимается Расследованием Этой темы И считает Что это Один из Крупнейших Коррупционных Процессов Который Следовало бы Внимательно Изучать И расследовать И установить Виновных Итак Юргис Мы говорили О том Что Мистическим Образом Господин У Мирони Были поручены В управление Арестованные По делу Лемберга Активы Веспелских Предприятий В результате Его Так сказать Успешного Управления Эти активы Распроданы И Стране Нанесен Большой ущерб И вы сейчас Говорите о том Что нанесен Ущерб Государству А активы Принадлежат Как бы Лембергу То есть Лембергу Или государству Нанесен ущерб Ну да То есть Ну Это пока Пока неизвестно Это пока вопрос В суде Да Но То есть Если Лемберг проиграет В суде То Его акции Уйдут в доход Государства Да Эти активы Арестованы Потому Что Если Окажется Что Они Их надо Конфисковать В пользу Государства Чтобы они Били Как бы Уже Как бы Никто Их Не спрятал И не Распродал И ничего На самом деле Как раз Распродал И И И Только не Лембергс Но в любом Активах Суд Скажем Отдаст Лембергс То Лембергс Конечно Посмотрит Что Он У него Конфисковали Полный сейф Там Сотнями Миллионами Отдали Пустой сейф И он Конечно Будет Тогда Судиться Спрашивать Просит Прокуратуру И государство Отдайте Все Что взяли Да Ну Значит Государство Тут будет По любому Ну В убитке Да А если Это суд Решит Что Это надо Конфисковать В пользу Государство То Опять Ну Государство Получит Не то Что Как бы Било Да А на сотни Миллионов Меньше И все Это забрал Ну Господин Мирон И Своими Подельниками И суммы Там Просто Отличаются Потому Что Там Ну Как бы Несколько Эпизодов И тут Как Кто считает Потому Что Тут Один Эпизод Что Во-первых Господин Мирон Продал Это Доли Венспил Нафта За За Пониженную Цену И это Установлено Там По Там Есть Оценки Которые В то Время Делали Даже Министерство Финансов И так Далее Выдвигают Версии Что Он За Это Получил Себе Лично Там Акции Других Других Предприятиях И И И так Далее Ну То есть Для Себя Вигоду Но Это Только Первый Этап Он Во-первых Продал Это По Заниженной Цене А потом Те 80 Миллионов Которые Получил Ну Буквально Украл То есть Перечислил Себе И За Эти Деньги И За Эти Деньги Выкупил Остальных Акционеров Венбункерса И Как Мы Сегодня Можем Все Убедиться Он Является Ну Единственным Там Единственным Там Частным Акционером Да И Выкупил Всех Там Сколка Бертиса Шевцова И так Далее Которые Там Еще Остали Выкупил За Эти Деньги За Эти Деньги Которые На самом деле Не его Деньги Это Деньги Венбункерса То есть Он Ну Там Государство Не получит Вообще Ничего Даже Эту Заниженную Цену И Ну Это Такой Ну Скажем Так Так Не Воровал Латвии Никто Такого Ничего Похожего Нет Юргес Слушайте Вот Когда мы Впервые Исследовали Тему Миронии И его Так Возвышение В Энспилсе Мы затронули Ну Так Аспект Его политического Влияния В стране Да То есть То Как он Начал Так Продвигать Уже В политику Своих Ставленников И В частности Ну Есть Предположение Что Именно Его Ставленники Добились Санкций Американских Против Ленберга И вот Все истории Которая Была Связана С Так Декабрьским Таким Кризисом В Энсвилдском Порту В результате Которого Порт Потерял Значительную Долю Грузов И Ну Вообще Получается Что Его Так Авторитет Его Вес Его Ценности Значительно Упали В результате Этих Действий Однако Если Мирони Является Так Ну Теперь Уже Украл Он Не Украл Но У него Есть Акции Вен Бункерса И он Является Значительным Собственником В этом Порту Зачем Ему Это Было Нужно Производить Такой Переворот Или Он Хотел Вообще Устранить Ленберга Не Только Финансово Но И Организационно Политически Ну Нет Тут я Не соглашусь Я не думаю Что Там Американские Санкции Против Ленберга И так далее Напрямую Так связаны С господином Мироны Я вообще На самом деле Думаю Что Мироны Как раз Сейчас Ну Он Наверное Все же Теряет Свою Ну Политическую Власть Власть В Латвии И поэтому Для него Самое важное Сейчас Кто будет Следующим Генеральным Прокурором Да И все усилия Направлены Только на это Потому что Следующий Главный Прокурор Генеральный Который Придет Он должен Будет Ну На все Это О чем Мы сегодня Говорим Как-то Реагировать Да Или Он должен Будет Принять Пустой Сейф И сказать Все Отлично Подписать Спасибо Господин Мироны За отличную Работу Которую Вы проделали Как бы И Всего Доброго Да Или Новый Генеральный Прокурор Должен Будет Но Все Начинать Разбираться Что тут Было Да Потому что Тут Доказательства Ну Очень много Все Что угодно Тут есть Начиная С Эмейлами Кончая За всеми Этими Реальными Действиями Да Ну Кстати Об Эмейла Да Они все Сейчас Делают На Генпрокурора Да И И тут Будет Наверное Тут Мы увидим Ну Кто Сам Юрис Юрис Который На самом Деле Тут Организатор Этого Всего Мести Он Значит Один Из Претендентов На Кресло Генерального Прокурора Да То есть Сам Этот Юрис Который Выписал Это Разрешение Который Как бы Говорит Что все Там Отлично И Который Выходит Под псевдонимом Юрис Холмс Хочет Себе Лавры Хищника Сыщика Присвоить Именно Он Значит Один Из Один Из Кандидатов И Второй Его Коллега Который Тоже Прокурор Тоже Кандидат Ну То есть Они Они Будут Делать Все Иначе Это Не Иначе Как Иначе Как Это Ну Так что Все усилия Там Лемберг Я думаю Их Особо Ну Как бы Больше Не волнует И И Так Между прочим Что касается Этих Эмейлов Мы там Все Видим О том Как Как Он Финансировал Господина Кайминша Да Как Он Пытался Или Финансировал Помните Господин Бондар Был Кандидатом На Президент Там Есть Такой Эпизод Что Они Как Это Пытаются Финансировать И Продвинуть Ну Там Очень Много Очень Интересного Этих Имел Ну Ну Слушайте Получается Что Ну Прокурор Уже Один раз Сменился Был Майзет Стал Каун Мейр Каким Майзет 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 Ну Как Б Убедить Следующего Генерального прокурора В том Что он Белый Пушистый Ну Он Продолжал Участвовать В этом Все То есть Бюро Позащиты Продолжал Участвовать До самого Конца Наверное До сих пор Участвует Вы понимаете Это никак Вообще Ну То есть Им там Вообще Никак Не надо Бить Да То есть Вообще Нету Никакого Законного Основания Ни малейшего Бюро Участвовать В этом Деле Участвовать Они занимаются Разведкой Контрразведкой Ну Вообще Вообще Тут Ничем Но Они Тут Тут Как бы Присутствуют Ну Значит Это Ну Это фигура Янса Майзет Которая Ну Там Тень Тенью За спиной Всем Ну Это Наверное Убедило Нынешнего Генерального Прокурора И конечно Бюро по защите Садерсме Будет Тоже Играть Сейчас Роль При Выборе Нового Генерального Прокурора Да И конечно Они все Будут вместе Питаться Поставить Ну Если не Юриса Юриса То какого-то Другого Им Лояльного Человека Который Не Будет Воздвигать Расследование Будет Все Расследования Заканчивать Тормозить Да И Будет И принят Приним Будет Тот Который Скажет Что Пустой Сейф Это Отлично Слушайте Ну Поскольку Дело Уже Просочилось В прессу И обсуждается Активно И Выложены Документы И так далее Как это Можно Вообще Скрыть Или Выдать Черное За белое И наоборот Ну Вот Допустим Аргументы Которые Приводит Прокуратура В своем Релизе Они же Ну Довольно Таки Сомнительные Ну То есть Почта Фальшивая Что мы Проверили Мы проверим Мы там Передали Службе Госбезопасности Поручение Проверить Это все Ну то есть Они пытаются Выдать Ну Сегодняшние Факты Выложенные В открытый Доступ Как фальшивку Ну Я так понимаю Но Но это Ну Во-первых Нельзя Нельзя Фальшифицировать 200 200 тысяч Емейлов Да За За такое Период И там Все так Все так Ну Кто Прочитает Увидит Да Там Ну там Такие вещи Это Это Невозможно Технически Никак Фальшифицировать При том Что Эти Ну Тут Тут просто Выложено Сейчас все Но Те самые Важные Критические Емейлы Они Они уже В принципе Доступы Циркулируют Пару лет Да Я говорю Уже там Общественное Телевидение Журналисты Расследовали Там Газета Дия написала Да То есть То что касается Вот Этого Разрешения Который Выдал Юрис Юрис Там Это На самом деле Било известно Только сейчас Более Таким Способом Я не знаю Если спрашивать Как они Из этого Собираются Видите Так и Собираются Будет говорить Что черное и белое Будут Контролировать Прессу Будут У них Довольно Сильный Круг Лояльных Журналистов Которые Делают то Что они хотят И не делают То что Они не хотят Ну и Так и будут Так и будут Как бы Будут тянуть Время Все временем Все забивается И так далее Будут Закрывать Дела Будут Те дела Которые Там есть Будут Как-то Закрывать Из-за Из-за Срока Давности По другим Причинам Будет говорить Что То что они Говорят Ну То что они Говорят Что все В порядке Что Что Вообще Они не понимают О чем Речь Да Ну и Так И Пресса Ну как Просочилась Пресса Ну Где-то Просочилась Но Так Скажем Там Латышской Среде Ну Не так уж Большие Медиа Никто не пишет Об этом Все молчат Все Ну так Ну Если Латвия Савиза Написала Если Дена Написала Если Нет Корига Написала Это разве Есть у нас Крупнее Крупнее Медиа Которые Еще Можно Вовлечь Это Ну Есть Крупнее Конечно Ну Радио Телеведенное Общественное Ну И так далее Ну Если Вы Спрашиваете Как Они Думают Это Провернуть Я думаю Так Ну То есть Не зря Юрис Юрис Истуканс И Живется Генпрокурор Да Кто-то Из них Наверное Будет Очень Большая Возможность Будет Назначен Будет ЕКП И другие Будут Будут Семь Продвигать Ну Ну Так Они И Судрятся Ну Ну То есть Все Таки Политическое Прикрытие У Мирони Существует Если Даже Партии Так сказать Готовы Биться За него Ну Потому Что Это Не только Мироны Да Как мы Видим Ну Это В принципе Ну Организованная Группа Да В которой Участвует Прокурор Да Представитель Служб Самые Крупные Наши Да Спецслужбы Можем Так Сказать Да Самые Важные Ну Конечно Они Могут Мобилизировать И Политическую Поддержку Способ И Объем И И Тот Как Их Будут Якобы Консолировать Да Реального Контроля Нет Уже Ну И А Власть Огромная Да Власть Огромная И Любой Полицейский Сотрудник Кнаба Или кто Который Захотел Разбираться Да Он рискует Потерять Допуск Тайна И так далее Вообще Рискует Своей карьерой Юргис А почему Вы Разбираетесь В этом И не боитесь Ведь И вы Как журналист Можете Стать Субъектом Какого-то Преследования Я не журналист Но Все равно Ну Да Ну что Ну кому-то Надо говорить Ну кому-то Надо говорить И И Знаете Ну Да Ну Может быть Вы правы Умнее Было бы В моей жизни Меньше Говорить О многом Да Ну знаете Каждый Как-то Каждого Своё Хорошо Допустим Если посмотреть На всю Так сказать Компанию По борьбе С олигархами Которая Длится уже Практически Почти Десять лет И в которой Как вы сами Заметили В своей статье Ну Два олигарха Уже давным-давно Отстранились От любой Политической Деятельности И практически Ну Влияния На политику Не оказывают Ну Остался Вот последний Так сказать Третий Лемберг Но борьба С олигархами И с коррупцией По-прежнему Олицетворяется Вот с этими Тремя людьми Однако же Это Или Отвлекающий Манёвр Для того Чтобы Ну так сказать Переключить Внимание От Действительных Проблем Или Это Ну такая Инспирированная Компания Специально Для того Чтобы Провернуть Какие-то Другие Дела По Переделу Собственности Ну Действительно Я считаю Что В этом Нарративе Есть Очень Много Выгоды Тем Людям Которые На самом деле Сейчас Намного Влиятельны И Намного Больше Контролируют Решения И финансовые Потоки Конечно Всем Очень Выгодно Не знаю Ну там Строителям Картелю Этому Строительному Не знаю Марису Мартинсона Любому Ну как бы Воротили Нашего Времени Всем Выгодно Чтоб Все говорили Не о них А говорили Только о каких-то Мистических Олигархов Которые Сходили С Сцены Уже Не знаю 10-15 лет Назад И это Поддерживается Поэтому Ну поэтому Это поддерживается Потому что Все понимают И видят Что коррупция Есть И И Чтобы не говорили И не искали Не задавались Вопросом Что Что случилось Помним Там Были аресты И обиски И так далее Вот Вопросе Картеля Строителей Да Да Что с этим делом Как она Никто не знает Ничего там не будет Да Ну то есть Как дела У Мариса Мартинсона Не интересно Эти вопросы Никто не задает Да Всем этим людям Много выгоднее Говорить О Олигархах И так далее Это же Это прошлый век Да Это Это совсем Абсолютно Ну ладно Ну Я бы даже сказал Что Андрей Шкел Может быть Единственный Который более активен Ну Еще активен Там Ну мы видим По Риге По По Этим Мусорам Как это По Договорам По договорам С мусором Да Ну Вы поняли Да Ну то есть Там Там еще Какие-то Вещи Да Но Но все равно Это Не Не тот Размах Которые Которые Происходят Вот Скажем В строительстве Да И в дорогах Да И И в других Сегментах Где Буджеты Ну в принципе Миллиард Год Да И Ну Которые Распределяются Только Между Несколько Латышских Фирм Никого Из-за Стороны Никогда И так Далее Юргис Ну Получается Что Получается Что Сегодня Да Сейчас Получается Что У нас Как бы Политическая Какая-то Мизансцена Вообще Сменилась То есть Если Там В 20 Веке Олигархи Были Публичными Людьми Они Сами Ну Ну Так Называемые Олигархи То есть Люди Такие Как Шкелы Лемберг Шлессерса Они Выступали Сами От своего Лица И Выдвигали Свою личную Какую-то Программу И Зачастую Эта программа Была Политической И Достаточно Открытой То Сегодня Какие-то Серые Кардиналы Всеми Всеми Делами Рулят И мы Даже Не знаем Их Фамилии Их Так Скажите Личности Их Взглядов Они Делают Свои Дела Совершенно За Задней Сценой Ну Люди Деловые Люди И Криминальный Мир Он же Он же Очень быстро Учится Он же Очень Эвакуцинирует И Люди Сделали Вивод Что Вот Эта Публичная Деятельность Она Неэффективна Она Не приносит Результатов Скорее Наоборот То есть Ну Она Приходит Только С проблемами Как все Столкнулись С проблемами Шлессерс Шкелла Лэнбергс И так далее Значит Так Не надо Значит Надо Идти Каким-то Другим Путем Да И Действительно Вы Правы Если Вы Посмотрите Там Скажем Ну Королей Государственных Закупок Да Что там Не знаю Первые Там Десять Имен То есть Люди Которые Получают Там Десятками Сотнями Миллионов От Государства Каждый Год То есть Они Неизвестны Но Почти Неизвестны Для широкой Публики Да Да И И Они Поняли Что Им Так Намного Выгоднее Да Что Так Это Такой Образ Поведения Более Выгоден Это Во-первых Во-вторых Они Поняли Что Ну Там Там Организовать Свою Как бы В скобках Партию Невыгодно Неправильно Лучше Работать Со Всеми Партиями А еще Лучше Вообще Не Работать С партиями Работать С Верхушкой Но Министерского И Государственных Учреждений Которые Ну Не политики А И Редники Да Чиновники Ну Или Высшие Должностные Лица Министры Идет И Меняется А чиновники Сидят А чиновники Реально Принимают Решения Кто Будет В каких Комиссиях Как Эти Будет Комиссии Решать И так Далее Это Более Выгодно Как Если Мы Говорим О деньгах Закупках И так Далее Надо Работать В этом Уровне А Нет С этими Политиками Куда Сам Уходить В какую-то Политику Нет Не надо Да Мир Меняется Но Мир Меняется И реагирует На то Что Как Что Происходит Спасибо Спасибо Юргис За Ваши Комментарии У нас Сегодня Дело Мирони И публикацию Его переписки С Должностными Лицами Латвии Комментировал Политолог Юргис Лепникс И Сегодня Мы Обсуждали Коррупционные Схемы 21 века Которые К сожалению Реализуются В Латвии И Для которых Так называемые Дела Олигархов 20 века Служат Прикрытием Политическим Прикрытием Или Способом Отвлечения Внимания Общественности От Тех Реальных Сум Оцениваемых В миллиард Евро Ежегодно Которые Проходят Через Их руки С вами Была Автор и ведущая Людмила Прибыльская И это была Программа Подоплека До следующего Четверга